Подходили жены, ребят, которые служили в Чечне, иногда прям буквально чуть ли не плевали мне в лицо. Я не понимала, почему молчат люди, почему молчания полные. Стою, чтобы себя не изменить, чтобы остаться самим собой. Ну, это как-то нехорошо. Я вообще-то всю жизнь была человеком скромным. Клянусь Аллахом, мы стремимся умереть больше, чем вы хотите жить. В 2002 году произошло, когда норд-ост случился в Москве. Вот. И я тогда вышла с обычным плакатом шрифтовым, написала на ватмане и пошла к Мариинскому дворцу. Вот встала. Подходили жены, ребят, которые служили в Чечне, иногда прям буквально чуть ли не плевали мне в лицо. И говорили, да, что наши там, вот, то есть все, и вы такое, я говорю, так я же за вас стою, чтобы ваши мужья вернулись домой живыми, понимаете. Они не понимали этого. Вот, наоборот, меня очень ругали. И только потом уже я поняла, что я же художник могу как-то это изображать. Вот. И я стала уже вот на сороковой день, я уже сделала плакат уже на ткани. Вот это был первый плакат. Вот. Это верх. Вот он. И вот эти двое, вот эти, их хоронили здесь, в Петербурге, они как Ромео и Джульетта, такие были симпатичные. Вот эти два, девушка и парень. Конечно, это именно молчание и равнодушие людей виновата в том, что это все происходило. И сейчас, собственно, все это продолжается. И никакой реакции, кроме тех вот родственников, людей, которые там оказались в театре, никого не было. Только они организовали там демонстрацию и просили и других тоже, чтобы прекратить войну. Ведь это все результат того, что шла такая страшная война. Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Сейчас даже еще хуже. То есть не только молчание, а сейчас уже поддержка. То есть тогда еще не было даже такой пропаганды, вот как вот началось это перед войной с Украиной. И тогда хотя бы хоть молчали люди. Вот Украина. Военные преступления в Дебальце, в Иловайске. Были окружены солдаты украинские. И им, значит, каких-то уже там часть освободили. А этих, значит, они были окружены. И им вроде махали даже, что все они как бы в плену. Вот. И они поверили, что вот их в плен взяли. А они были расстреляны. Просто расстреляны. Ну как это такое вообще может быть? Когда вот это братский народ. Это не то, что там откуда-то пришли какие-то страшные там дьяволы. Понимаете? Ну как это возможно вообще на такие военные преступления? Сейчас я не одна. Вот в чем дело. Это я очень этому рада. Хотя все равно мало людей рискует. Но их можно понять. Я-то уже пенсионер. Мне, как говорится, терять уже нечего. А люди теряют работу. Там их исключают из институтов. А другие вот тоже, опять же, еще остаются равнодушными. Кто-то даже выступает, многие вот наши интеллигенты известные говорят, сидите по домам. Все, ну, само собой рассосется. Ну, значит, до следующего какого-то что-то еще случится. Потому что я вот у меня и плакат Кемерово, я потом приписала, что вся Россия Кемерово. Потому что это то, что случилось в результате полного развала везде. Вот это я к первому сентября сделала, понимаете? Для чего идут учиться? Вот этот вот будет ученый и будет спасать мир, спасать людей. А этот вот обречен, уже в пилотке их одевает, вот наших детишек. Вот чуть ли не в детских садах обречен. Обречен. Вы отказываетесь выполнить законные требования сотрудника полиции. Я правильно понимаю? Трудно живется. Иногда даже очень нехорошие мысли приходят. Но как-то люди иногда даже просят, чтобы я продолжала это. Я сколько раз даже пыталась как-то уже оставить это. Но я поняла, что людям надо. Вот они хотят хоть хотя бы почувствовать вот рядом единомышленник какого-то. Даже ради этого люди приходят. Счастливы, что мы живем с вами в одно время. Вот так мне сказали несколько человек. Вот это очень дорого стоит. Хотя тут же это перекрывается наоборот ненавистью и злобой из другого лагеря. Вы в своей собственной стране вот это делаете. Это безобразие. Вы не понимаете ничего. Надо с вами гордиться. А не посетимся. Я прошу вас, я вечера. Да еще в Петербурге. Иногда даже слышу там угрожаю, что вот, вот же она. Давайте ее вот же. Сейчас можно там в лицо вот там ударить. И вот это не пишите. Президента она ненавидит нашего. Единственного приличного человека. Не пьяницу. Да везде есть люди, сочувствующие даже в милиции. И там вот, и даже с этим, меня тогда спасли от этих пилотков. Людей из ОМОНа люди спасли. Окружили и не дали меня. Потому что они просто готовы были растерзать. Не нравится России? Валите отсюда. Страшное дело. Если сейчас люди не возьмутся сами, если не найдутся силы, то крах вообще полный. Может произойти просто непоправимое. И люди этого не понимают. Так, вроде провалишься. Такой пол. Все неприятности в жизни, все трагедии, это все из-за коммуналки произошло. Надоело. Но я стараюсь не обращать внимания. Главное, чтобы меня не трогали вот в моей комнате. И все. И чтобы можно было хоть пойти приготовить еду и помыться. Больше ничего не надо. Новая плита, на которой печь не могу теперь. Не могу никак ее освоить. Настоящая пенсия получает... Сначала была 11 даже тысяч. А потом стало меньше. Уже постоянно стали 9. Но к этому добавляют как бы... Мне как малоимущий. Добавляют еще 2 тысячи. Вот последний месяц даже побольше прибавили. Это, наверное, из-за чемпионата. Я думаю, или что-то. Не знаю, почему. Но прошлый месяц побольше еще прибавили. Накраски не хватает, конечно. Не хватает ничего. Потому что все везде это прибавляют. И квартплата. Потому что если за все платить, то просто уже надо лечь и умирать. И не выжить. Но сейчас мне люди помогают. Мне предлагали даже плакаты покупать. Я сказала, что я плакаты ни в коем случае не продаю. Иначе мне никто не будет верить. Потому что я должна стоять с чистой совестью. Раз вы меня назвали. Я за это деньги не беру. Живопись, пожалуйста, покупайте то, что я делаю. Для продажи можно что-то продать. Я народный художник. Это очень здорово никакого. У меня другого ничего не надо. Но я и начинала не ради этого делать. У меня никаких таких мыслей не было. Просто так вот. Один раз сделала, не выдержала. Вышла. И так это все пошло. Есть такая фраза, что якобы Эйнштейн стоял с плакатом. Это, наверное, придумали, скорее всего. Ему сказали, что зачем стоишь, что все равно ничего не изменишь. Он сказал, что самое главное, что стою, чтобы себя не изменить, чтобы остаться самим собой. Может быть, и ради этого стою. Но видите, все-таки людей-то больше появилось. Ведь когда-то вообще никто не стоял. Все-таки что-то удается сделать. Главное, чтобы вовремя это все. Я только мечтаю, чтобы получше было сейчас у нас. Как-то люди стали получше. Получше другие как-то прекратили все эти войны. Вот об этом только. А больше я ни о чем не мечтаю. А вот один из последних, вот это человечество. Как бы у меня был такой образ человечества. И в этот раз я еще приписала ядерное разоружение. То есть это надо немедленно начинать это все. Иначе все это будет все хуже. Сейчас вот 9 мая проходили дамы. Там я слышать не могу этого слова. Пацифизм. Такие дамы такие солидные. Как вот раньше были такие райкомовские дамы. Вот сейчас они где-то тоже, наверное, в структурах каких-то чиновничьих. И они недовольны вот уже таким словом. А я пишу там, что такое пацифизм. Это именно предотвращение войны. Что же в этом плохого? Как если это будут воспитывать у детей с детства? Что самое главное предотвращать конфликты, предотвращать эти войны. Вот это я делаю символ, символ России. Вот я по этому сирень все пишу. Пытаюсь мне написать. И вот это вот символ России. И вот на Марсовом поле, когда был митинг очень хороший в прошлом году, это такая атмосфера на всю жизнь. Я думаю, ребята все запомнили. И шел мелкий такой дождик. И этот аромат этой сирени. Да так было здорово. И я вот решила сделать такой символ России. Как бы будет такой. У меня планы это живописью заняться. Понимаете? У меня вот я несколько раз уже сирень приносила. Пыталась ей написать. Опять что-нибудь случается. Опять надо плакат. И опять иду. И сирень завяла. И так вот несколько раз. И так во всем. И хотелось бы живописью заняться. И хотя бы закончить все. Хотя начатое. Потому что уже здоровья нет. И в каждую минуту в принципе можно умереть. Достаточно болезней. Поэтому я сейчас вот стараюсь все второстепенно ничего этого не делать. А только вот заниматься такими делами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok